Ну что ж, ребят, всем привет, добро пожаловать и давайте продолжим Persona 3 ремейк. Заранее прошу прощения, если будут слишком большие паузы или какие-то странные ошибки, звуки, я постараюсь выключать микрофон, когда буду кашлять. Я немного тут приболел, горло болит, так что прошу прощения, если что. Итак, ребят, у нас лето, вперёд качать линки, начнём с дедов. О, Валера, Тян, проходи. Что случилось? Ты только не волнуйся, это она от радости плачет. Уж такая она, моя любимая жёнушка. По любому поводу слёзы катается. Слёзы катятся ещё с тех пор, как мы встречались. Дело вот в чём. Выпускники школьного класса моего сына тоже поднялись на защиту дерева. Представляешь, они ходят и собирают подписи, чтобы дерево не срубили. Объясняют всем, что это дерево, память об их учителе. И что не надо дерево рубить. Так, ну, отличная новость. Совсем как на его похоронах. Много его учеников тогда было. Вот, видите, столько лет прошло, а всё ещё помнят моего сына. Они тратят своё драгоценное время ради нашего сына. Я не знаю, что сказать. Я так им благодарна. Ну, Валера тебе скажи. Не ты их на это подбила? Ну, я что-то не помню, чтобы что-то сделал. Поэтому, ну, о чём вы говорите? Или это не так? Фу. Если нет. Или это так? Ну, мы ничего не делали, так что... Третье. Да ты не стесняйся. Скажи, не скромничай, Валеротян. У нас рот на замке. У тебя сердце самурая, Валеротян. Самурая наших дней. О как. Похоже, они считают, что петиция появилась в Бутремне. Из-за этого они мне очень благодарны. Кажется, мы сближаемся. Смотри, скоро вырастешь, выпустишься из школы и смело шагнёшь во взрослую жизнь. Ты только нас не забывай, ладно? Ух, как-нибудь мы с тобой ещё сядем. Отпукорим бутылочку? Окей. Это не то слово, что я часто встречаю. А пока вот тебе подарок. Спасибо. Спирт. Ещё увидимся, Валеротян. Попрощавшийся с пожилой парой, я вернулся в общежитие. Отлично. Привет, пламенный. О, привет. Здорово. Так, что у нас сегодня вечером? По телевизору недавно рассказывали про синдром апатии. Говорят, больные выздоровели, да ещё и все сразу. Странно, правда? Ну, то есть, не могли же все внезапно выздороветь в одно и то же время. Ну, как тогда? Лучше тебе не узнать. Все выглядят такими измученными. В любом случае. У нас здесь не вся группа. Так что давай сегодня не пойдём в Тартер. О, я и не собирался. Остались четыре тени. Давайте выложимся по полной и в следующем бою. Надо учесть, что члены Стреги тоже являются нашими врагами. Нам нужно сохранять длительность и продолжать уничтожать теней. Ох, чувак, я после наших вылазок еле ползаю. Странно, что он такой уставший. Обычно он полный сил. Но последнее было вообще тяжкой. А всё из-за стреги. Да не, нормально, я бы сказал. Бесят меня эти ребята. Жуть как бесит. Свалили бы уже в туман куда-нибудь. Кстати, а что у меня там на крыше? О, кстати, а что с записями? Надо тоже проверить. Нету. Новых нету пока что ждём. О! Так, отлично. 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 Так, Танаки нету. Значит, идём к Монаку. Ой. Это с другого стрима. А, ты. Так, надо за персоной сходить. Так, ну у нас как раз нужный уровень. По идее, мы сейчас сможем скрафтить персону нужную. Нам нужна аркана башни. Так, фрагменты. Спасибо. А вот и башня. Или гор. Да, вижу. Ну, или гор как раз подойдёт идеально. Хм, хм, хм. Ну, давайте вот это возьмём. Вот это. Правда, я не помню, я регистрировал персоны. Надеюсь, что да. О, я не знаю. Нет. Ну, ладно. О, я не знаю. О, я не знаю. О, я не знаю. Да. Отмотка. Костинная. О, нормально. Ну, собственно, вот эта отмотка как раз-таки удобна для таких моментов, когда забываешь что-нибудь. И, кстати, это первый раз, когда мы её используем. Билды, не знаю, уже в следующий раз посмотрим. По-моему, была. Укагаем. А, нет, слушайте, всё нормально. Те, что я слил, уже были зарегистрированы. Удачи. Я стану твоей силой и помогу создать будущее, наполненное любовью и войной. Ну, ну ладно. Так, пойдем в клуб. Что за странный малец? Что за странный малец? Наверняка люди говорят, что ты довольно странный парень, а? Ну, это не так уж и плохо. Окей. В следующий раз будет Линк. О! Ночные встречи. Привет. Как дела? Мне удалось вспомнить чуть больше. Конец всему не сможет положить кто-то один. Это произойдет потому, что таково желание многих. Словно все предрешено с самого начала. Но раз не странно, что существует те, кто стремятся приблизить конец. Да не особо. Да не особо. Никто не хочет конца света. Какая разница? Да не особо. Так. Так. Ммм. Вот как. Наверняка. Несчастные. Могут ждать быстрого конца. Да. К сожалению. В противном случае тебя может поглотить ненависть ко всему миру. Ладно. Хватит пока об этом. Сегодня мне хотелось бы еще кое о чем с тобой поговорить. Скоро распустятся ядовитые цветы. Три во вражеском саду и один в твоем. Не знаю, как все это скажется на финале, но тебе следует привить осторожность. Так. Но у меня нет никакого осады. Спасибо, что предупредил. Я не понимаю. Рад это слышать. Я дам знать, если узнаешь что-нибудь еще. Для этого и нужны друзья, верно? О, Фаррес беззаботно улыбается мне. Я ощущаю связь с Фарресом. Отлично. Пятый уровень. Ну что ж, спокойной ночи. Что там еще? Алло, это Элизабет. Я звоню по поводу недавних изменений в Тартаре. Кажется, ранее заблокированный путь теперь открыт. Окей. Окей. Новый кусок Тартары. Можно пойти пофармить. Потом. Это я. Прости, что беспокоим, но не найдется ли у тебя минутка? Иду. Доброе утро. Есть кое-что, о чем я должна всем рассказать. Но, думаю, будет лучше, если ты сам все увидишь. Установленное время. Встретимся в командном пункте. Увидимся. Кто может быть лучший утренний Митсуру? Так. О! Так. Ты кому-то рассказал, что я сбежала из дома? К сожалению, нет. Ты пришел. Мама и папа, они. Погнали. Спасибо. Я так больше не могу. Папа и мама все ссорятся и ссорятся. Я умоляла их перестать ругаться. А они сказали, чтобы я отстала. Я все решила. Убегай из дома. Не надо. Успокойся. Тебе решать. Не надо. Почему нет? Я думала, ты на моей стороне. Братик. Я собираюсь сбежать. Я ведь сказала уже. Надо начинать собираться. Эй, братик, а что берут с собой, когда бегут из дома? Нужно много еды, да? И медицинский полис. Я бы взял побольше. Ну ладно. Что? Мало? Так. Что еще? Может, пижамку? Зубную щетку? Еще что-нибудь? Майка погружена в размышления. Ладно. Я все равно попытаюсь. Не бойся. Со мной все будет в порядке. Но я буду скучать по нашим играм. Кажется, Майка от меня в восторге. Кажется, мы сближаемся. Когда я убегу, папе с мамой придется объединиться, чтобы меня найти. Ну-у-у-у, ну-у-у, ну-у-у-у. Будет здорово. Концентрат. В смысле, посмотри внимательно, вон там последний цвет. Нужно посмотреть, все ли собрано. Так, я проводил майку домой И вернулся в общежитие Ну и концентрат У нее была такая маечка с радугой С самого начала То есть еще с оригинальной части Так что нет Это просто радуга, ничего не значит У нас новое здание Тоже не знаю Любого-то не звонит Куро-чан Как твои раны? Ну что? А откуда у тебя этот ошейник? Этот ошейник позволит контролировать его персону Если в двух словах То это вызыватель для собак Постойте, значит Коромару тоже будет сражаться? Честно говоря, для меня это тоже неожиданность Но результаты тестирования Позволяют предположить такой исход На самом деле Председатель об этом просил Мы будем приглядывать за ним В нашем общежитии Куро-чан Ну, Куро-чан А ты сам этого хочешь? Он сказал, что возвращает долг Боже Да чего преданный пес Да меня это устраивает Приму его с распорстертыми объятиями В тесноте да не в обиде Да и какая разница, что ты собака Добро пожаловать в команду Рад, что ты с нами, мальчик Ладно, я выведу его на прогулку Отличный момент Ведь у нас летние каникулы Да именно Наслаждайтесь отдыхом Но не забывайте про учебу Летняя школа начинается на следующей неделе Так что не слишком расслабляйтесь Летняя Минутку Что? Летняя школа Не слыхала такой? Нас ждут дополнительные занятия Я заранее нас всех записала В смысле? Стоп Че? Я знаю, насколько сложно Соблюдать баланс Между учебой И нашими Поздними вылазками Уверена, что у вас останется Мало времени на уроки Так что Прошу прощения Представитель тоже согласился Что это хорошая идея И я уверена, что уже извещала Такебу Ямагиша Серьезно? Я впервые об этом слышу Ой, простите Я совсем забыла передать Не может быть Эй, у тебя самые плохие оценки Чего так удивляешься? Нет, я не хочу это даже слышать Вот дерьмо Верно говорю Абсолютно Ну, это всего на пару недель Так что давайте выложимся На полное А ничего, что потом Сентябрь и школа Ладно У нас появился новый союзник Куромару Он верный товарищ И будет доблестно Сражаться за своего хозяина Я лидер команды И должен поддержать его Да Так, сколько тебе лет? Летняя школа, значит Не то, чтобы я ненавидел учиться Но Просто не думаю, что нужно ходить в школу На летних каникулах Понимаешь? Так, о Кто у нас хороший пёсик? Кто наш хороший пёсик? Отлично Плюс одно очко игры В оригинале такое я не помню Собаки, знаешь ли, бывают очень надёжными Смотри Есть Спасатели Повыдыри А ещё собаки Которые ищут наркотики Так что Давай доверимся Куромару Это он на что намекает Ладно Что, у ГГ на котике где-то? О, кстати Надо проверить тут Того чувака С Даркнетом А, ничего нету О, неужели сам Мунти Я готов преподать тебе жизненный урок Который не стоит упускать Более того, он бесплатный А, блин, у меня персоны нету Я будет Так Плюс пока отложить Она мне отказалась Окей Нужно заняться другими просьбами Окей, значит, просьба сначала Она отказала Так Уже сделали Так Принесите то Что получите в результате Обмена Заслышал историю Где герой Выбился из грязи В князи Это история о человеке Который разбогател Обменяв Одни вещи на другие Хотелось бы проверить Возможно ли подобное В жизни Поэтому я приготовила Для тебя Это Пинтовая повязка Пинтовая повязка Станет первым предметом Для обмена Постарайся Выменить Выменить его Постарайся Выманять Выманять Ой, как сложно Короче, поменять его На что-нибудь приличное Почему нельзя было Написать По имени Так, прости Нанесите Следующее Говорят, что Лучший напиток Твоего мира Нечто под названием Аудзиру Однако вкус Описан как Тошнотворный Весьма занятны Ведь когда пьешь Хочется пить Что-то вкусное Поэтому я хочу Попробовать Надешь для меня Вкуснейший Аудзира Ну Попытаемся До меня дошли слухи Которые нельзя игнорировать Оказывается В этом мире Без моего ведома И согласия Использует Мое имя По слухам Этот напиток Доступен только В одном Непопулярном месте Прошу Тщательно изучи Этот напиток Ведь на Кану Моя репутация Что-то я такое Не помню Ну ладно Как говорит мой господин Чем крепче Твои связи Тем больше Твоя сила Крепкую связь Нельзя потрогать Но Как я понимаю Порой Она Урожается В подарках Покажи мне Предмет Символизирующий Крепкую связь Принести ей цветы Что ли Ты Знаешь о ритуале Сотня посещений Храма Который должен Исполнить Желание Я бы с удовольствием Сама испытала Божественную милость Однако Я не могу Оставить пост Можешь посетить Храм вместо меня Желание Купюру В 500 йен В твоем мире Сейчас В твоем мире Сейчас редкость Верно Тогда я хочу одну Купюру В 500 йен Как утверждает В твоем мире Есть нечто Под названием Домашняя еда Которая Которая обладает Особым вкусом Мне интересно Каково Она на вкус Очень интересно Можешь принести мне Что-нибудь со вкусом Домашней еды Неважно Блюдо Или напиток Мне все равно Буду ждать Эта просьба Домашней еды Эта просьба Должна раскрыть В тебе Новую силу Силу Позыри Для этого тебе Потребуется Выполнить Особое слияние В нем Участвует Повелитель Всех и Джеков Фростов Король Фрост И его Чудесные Подданные Пытания Довольно-таки Сложные Но я буду ждать От тебя Новостей Давай пламенный Печально Так Так Все? Все? Димон Окей Нет Теперь У меня вопрос А что за Обмен? Это то О чем я подумал Туда? Ах Стоп Это не то В антикварную Скорее Так Говорят Что тамошний Владелец В качестве Хобби Коллекционирует Драгоценные Камни Боже мой На кой Они ему Сдались Я бою Они сразу Пошли в дело Опять Я за свое Извини Не хотела Жаловаться Чем могу Помочь О Ты нашел Новую базовую Модель Из нее Выйдет Замечательное Снаряжение Ну да Вот Собственно Обмен Это не была карта Это был предмет Учили Кухон Стар Многие Я не могу Попробуем Я не могу Они не могут Учили Я не могу Мне Я Ребята Тебя Я Собственно Собственно жады понятно привет я думал она мне дала эту штуку нужно пойти обвинять там но оказывается вот куда сюда вообще а стоп тут а вот зеро не сейчас ничего не продаю раньше продавал но не пользовалась спросом как казалось его пить или только на спор однако недавно я создал новую версию zero который считаю венцом своего творения возможно я бы обменял ее на кое-что из антикварного магазина по соседству еще раз кручу такая вещь не по карману простому школьнику прости от аузеру придется отказаться но не переживай у меня полно других другого отличного товара чинюка на шоуин киеве та омозе яккаре миде тюрэ о че сын миша дана шина золей не аж шина Ну что-то нет Варь О, тут паника Пороя пенка Пороя пенка Варь 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 Димон, надо утром людей найти. Блин, я думал, в магазине надо. Ну, тогда печаль. Так. Старинный Яген. Ну да, ничего, принеси мне драгоценные камни, а там договоримся. Только имею ввиду, что это один из моих самых дорогих товаров, так что ценник будет выше обычного. Дай знать, когда будешь готова меняться. Понятно. Две штуки топаза. Ну, короче, надо пойти в данж пофармить. И найти запас. Ну ладно. Что еще можно выполнить? Напеток с именем Элизабет. Ну, руками, да, как всегда. Кто-нибудь помнит что-то подобное? Или знает где? Принесите предмет, который можно... А, ну, собственно, нужно прокачать линк на максимум один. Это окей. Это я уже понял. Это надо приготовить в общежитии с другом. Разъема не было что-то. Это окей. Понятно. Это окей. Это тоже. Симон, Айда? Это кто, напомни? А, блин, я понял, я понял, о чём, всё-всё, забей. Так, короче, давайте возьмём персону дьявола и погнали к Танаке. Всё-всё, я понял, понял. Раз, мне ж сказал, я понял. Я прочёл это как имя. Просто вспомнил Айду из Кисеки. Ну, неужели сам Монти не готов преподать тебе жизненный урок, который не стоит упускать? Более того, он бесплатный. Погнали. Ясно. В таком случае сегодня у меня есть свежая история. Я уже привык к тому, что ко мне пристаёт. Но недавно у меня состоялась занятная встреча с молодым человеком, не сильно старше тебя. И знаешь, что он мне сказал? Он сказал спасибо большое. Может, вы ослышались? И почему он это сказал? Я не слишком этим горжусь, но мне по сути наплевать на то, что думают наши клиенты. Разве ты не знаешь, кто я? Я президент компании, торгующей клиповыми товарами. Затем он сказал, что уволился с работы на полставки для того, чтобы выучиться на прокурора. Он жаждет карать таких дельцов, как я, за то, что мы находим лазейки в законах. А ещё он сказал, что я, сам того не зная, стал для него идеальным отрицательным примером. Может быть, я зря волнуюсь, но вдруг он и правда станет прокурором и упрячет меня за решётку. Полагаю, тогда я больше не смогу делиться с тобой советами. Хорош. И совсем уже забыл про этот момент. Так. Президент Танака выглядит устало. Теперь я намного лучше понимаю этого человека. Вот, видите, ребят? Хоть что-то хорошее сделал. Держать ли акции, должны об этом знать. Похоже, дети в наши дни уже не столь наивные, как нам казалось. Эх, знал бы он, что у нас будет в двадцать четвёртом году. Уже темнеет. Я возвращаюсь в общежитие. М-да. О, магазин на диване. Точно. Всем привет! Добро пожаловать в магазин на диване. Потрясающий товар Танаки. Я ваш ведущий Танако. Это очередной выпуск моих потрясающих товаров. Мы предлагаем лишь наилучшие продукты по невероятно выгодным ценам. О, вам точно не захочется переключить канал. Сегодня мы представляем набор летних напитков. Жара сводит вас с ума и выводит из себя. Остудитесь этими прохладными напитками. Напиток с изотопами. Встречайте. Целый десяток. Такие прохладные, такие освежающие. Вот это да, просто невероятно. Но постойте. Это ещё не всё. В качестве бонуса будет ещё и Мэдбулл. Угадайте сколько? Двадцать. Ой, у меня денег походу нет. А, есть. И всего это лишь за 3980 йен. Неплохо. На прошлой неделе эти предметы вызвали огромный ажиотаж. Так что мы возвращаемся с ними и на этой. Ладно, берём. В следующий раз вас ждёт набор для страшилок. Не пропустите. И это всё на сегодня. Продано, продано, продано. Простите, ребята. До встречи в следующее воскресенье. В то же время на том же канале. Фильм и магазин закончился. Ну, на руками да, хорошо получилось. Согласен. Блин. Слушайте, у нас. У нас выбор. Полосатик. Или майя. Палосатик. 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 Ну, можно и потом вроде без проблем зацепить. Или нет, я уже не помню. Хотя тут возможно все изменилось. Ммм, это окей. Мда. Можно вроде позже, но тогда потом и сделайте. Важное объявление. С самого запуска невинного греха онлайн мы надеемся скились поддерживать игру пока нам хватит возможностей. К сожалению после тщательного анализа ситуации мы были вынуждены принять непростое решение о закрытии игры. Классика ребят. Приносим всем наши искренние извинения за любые неудобства, которые мы тем самым могли причинить нашим верным игрокам. Сервера будут доступны до официальной даты закрытия. просим вас до этого закончить все незавершенные дела в игре. Спасибо за понимание. Надеемся вам понравилось играть в невинный грех онлайн. С уважением команда невинного греха онлайн. Протеку конечно не вернуть деньги. Игра загрузилась. Я в поземелье Шинагава. Я вижу мая. Аннотацию, а ты же получил письмо счастья от админов. Мая отворачивается. Они говорят, что закроют грех. А что мы можем? Да в общем, ну и ладно. Ну да. Народ весь разбежался. Моя кажется расстроена. Но все равно такая срань. Решили, наверное, что нужно больше золота. Ладно. Мая подходит ближе. Аннотация, думаешь мы еще сможем чатиться? Думаю да. Нет, это конец. Об этом не переживай. Ага. Надо найти какой-нибудь другой способ. Может другую игру? Или развиртуализоваться? Но мне эта игрушка нравилась. Мая кажется немного расстроена. Нет, хватит нам уже терять время. Майка так просто не уйдет. Их достану. Что собираешься делать? Это ничего не изменит. Не волнуйся, Тацию. Никакого криминала. О боже. Кто-то писал. Моя кажется стало счастливее. Отправлю им логи наших... Наши... Да, наши чатов. О боже. Если увидишь, что игра нам так важна. Может передумает? Да, конечно. Хотя может ты средневозрастный чел. Или ты девчонка лет 12. Это неважно. Хотя хочется верить, что ты красивый парень. Не бойся. Майя тебя защитит. Мы с тобой комрады на вихе, окей? О боже. Вижу, что я правда много значат для Майи. Похоже, мы сближаемся. Никакого криминала. И после этих слов все пошло по одному месту, пишет Ман. Да. Окей. Пойду писать им на мыло. С нашим логом. Увидят, что с Майей и ее друзьями лучше не связываться. Мухаха. В следующий раз будем тут праздновать победу. Еще. Чао. Игрок, Майя выходит из системы. Я тоже решил выйти. Боже. Так, ну 10 линк, насколько я помню, летом нельзя выполнять. Добрый вечер. Добрый вечер. Зашел, проведай Курумару. Как ты думаешь, с ним все будет в порядке? В порядке, не уверен. Рано делать выводы. И то верно. Нам спешить некуда. У вас еще будет достаточно времени узнать друг друга. Если возникнут какие-то вопросы, обращайся любое время. Смотрите. Чао. Курумару я все же не требовал. Да, я все-таки сам просил, чтобы Курумару влился к нам. Я совсем не против, чтобы Курумару жил с нами. Да пожалуйста. Даже готов заняться дрессировкой. Я в этом деле мастер. Да Куро-чан и так лучше воспитан, чем ты На тебе даже сидеть не подействует Эй, я тебе не собака Я воспитанный, команда понимаю, вроде как Даже сам в это не веришь В общем, господин председатель, это насчет летних уроков Ах да, я знаю о плане Кириджо-кун Ей мне понравилось, так что я дал ей зеленый свет Нет, ну зачем вы согласились О, я случайно в лес не свое дело? Прощай мой головокружительный летний роман Моя будущая девушка растворится в жаркие летние ночи Прощай городская красотка Не жди меня у берега моря Так город или море? Ты уже определись Даже если бы не было уроков, ты бы все равно наверняка слонялся весь день в районе станции Так что не пытайся увиливать Кстати говоря, господин председатель Вы нам вроде что-то хотели сказать до того, как пришел Монтикон А, точно Извините, еще немного всуну нос, но ваши дела У меня к вам есть просьба Подойдите все сюда Мне кажется, сейчас хорошее время, чтобы вам всем пройти медосмотр Вы же знаете, где находится мемориальная больница Татсуми? А, это там, где лечили Санаду Сэмпая? В последнее время вы много сражаетесь Так что за здоровьем сейчас следить, а особенно важно Мы ведь не хотим, чтобы персоны как-то плохо влияли на ваше тело, верно? Думаю, по пути с уроков как раз можно заехать в больницу Должно быть несложно Понятно Но все равно, довольно неожиданно Не переживайте Лучше, как говорится Перебдеть Чтоб потом не сожалеть Будем проверять вас по одному в день Сами между собой решайте Кто когда пойдет Зато к этим тестам вам готовиться не надо Шучу Но голову дома все равно не забудьте О, но кринж Ну, ребят, куда же без шуток, а? Я сейчас говорил со всеми по поводу Куромара Его нужно выгуливать Но мы не станем делать это чьей-то обязанностью Было бы здорово, если бы ты иногда гулял с Куромару по вечерам Когда он просится Отлично, теперь можно с ним гулять Так, ну это, конечно, здорово, но у меня есть более важные дела И слышать не хочу о том, что частые походы в Тартар мешают вам хорошо учиться Я с этим ничего сделать не могу Так что учитесь изо всех сил И проведите время в летней школе с максимальной пользой Да, спасибо, постараемся Думаю, Куромару сейчас легче переносит прогулки Ведь вечера в это время года прохладные Собаки не могут нормально потеть и охлаждаться Так что приглядывай за ним Кстати, да, там для квеста Ализабет надо готовить с напарником Но сегодня квеста нету Квеста и Вентика Так что в другой раз Так, а тут что есть? Так, подарок А, это фрагменты, как всегда Отдать блюдо А, стоп, у меня уже есть блюдо О, похоже, у тебя с собой Та самая домашняя еда Что ты хочешь мне дать? Ребят, что дадим? Курицу и докачка Или чай? Ну, чай давайте, роскошный Я думаю, это лучшая идея Так вот, какова на вкус домашняя еда Элегантный и насыщенный вкус За которым следует роскошное послевкусие Думаю, теперь я понимаю, почему люди так любят вкус домашней еды Большое спасибо, что поделился со мной Этим чудом кулинарии Хорошо, возьми свою награду Легендарный тесак Ладно О, она хочет картофаны мои Кстати, до меня дошли слухи Что выращенный с любовью и заботой Картофель обладает таинственной силой Ну, можно и так сказать Думаю, подходящие семена картофеля Ты сможешь найти в магазине растений Пожалуйста, вырасти картофель с любовью Чтобы мы Проверили достоверность этого высказывания Вообще-то у меня уже есть Держи Я чувствую исходящую от тебя необычную силу Неужели у тебя в кармане Одна из выращенных картошек? Ну, держи Воистину причудливая картошка Я чувствую исходящую от нее необычную силу Полагаю, из этого получится Фюрлесное блюдо Ужас Почему ты так на меня смотришь? Просьба выполнена Прошу, возьми свою награду Так, все Картошка в кармане Ой, да ладно У меня тут все в кармане Ну да, совместил это пюре И прелестно Прелестно Господи Это даже тяжело выговаривать Так Что у нас по статам сегодня? Кстати, а что у нас вообще по статам? Так, где-то было Я уже забыл отказать А4-4 Кстати, я не помню, я продавал лут Увы, да, продавал Ну, Вилдин, а где? Тут я никого не вижу Может, в клубе? Сейчас поищем Ну, я сомневаюсь Так Ой На руками Нет, нет Я все еще думаю, кого взять Митсуру или Чихиро Начались летние каникулы Теперь я гораздо чаще Вожу Молодежь по ночам Ну, это все таксисты В народе до сих пор ходят слухи О сайте месте Неужели он так популярен? Так, ну, короче, да Никого нету О, а это ты Все, погнали Я как раз гадал Когда ты снова объявишься И вот Лег на помине Только не подумай, чего лишнего, пацан Не то, чтобы мне хотелось Снова тебя видеть Или что-то еще Как бы то ни было Кто у тебя с волосами-то, парень? Они тебе в глаза не лезут Так нынче модно Мой сын тоже похожие потлы отрастил Постричься бы тебе А еще лучше сбрить под ноль Да, и лысине шанс О, боже Лысый ГГ Мне даже тяжело это представить Да, может выйти неплохо У тебя неплохой настрой, парень Ты ведь понимаешь меня, да? Ты не можешь уходить, что-то не уходить Ты не можешь уходить Ты не можешь уходить Понимаешь, я не о моде Разговор веду Просто уверяю Без волос тебе будет лучше О, конечно Сейчас ты юный, красив Но поживешь и поймешь Понимаешь, взгляни на меня Я старый, уродлив У меня щеки как в бульдога Такова жизнь, парень Когда-нибудь и ты станешь таким же Однажды ты взглянешь в зеркало Увидишь там свою рожу и подумаешь Проклятие А ведь я когда-то был красавчиком Есть один простой трюк, чтобы не расстраиваться в будущем Просто не жди от него ничего Элементарно, да? Так ты никогда не будешь оручарован Рано или поздно, парень Ты все равно простишься с волосами Так чего тянуть в катах за хвост Лысая голова хорошо выглядит А по утрам Ты просто встаешь И идешь по делам Так почему бы не попробовать? Я могу даже деньги тебе на бритье выделить Впрочем, понадобится машинка для стрижки волос А зимой еще и шляпа Я понял, что за грубостью мутацию скрывается доброе сердце Кажется, теперь я понимаю мутацию намного лучше Что, моя болтовня клонит тебя в сон? Ну, здесь с подцом поспать не получится Топай домой, ложись в свою постельку Почему-то его слова напомнили мне одного человека Да, Матвей? Хотя нет, в твоем случае все-таки готовься к худшему Хотя Так, сегодня начинается детняя школа Ужас Утро Ух, еще рано А уже жарко Кстати, ты ничего не слышал о том, когда будет медосмотр? Кажется, слышал Как-то ты не уверенно отвечаешь Твой будет 14 августа, Монтикон Не забудь, хорошо? В любом случае На улице жутко жарко Давай поскорее зайдем внутрь Не хочу в кабинет с кондиционером 14 августа, отлично Первый день летней школы Несмотря на летнюю жару Мне удалось слушаться в лекцию Надо, Нимон Надо Второй день летней школы Второй день летней школы Слушать этот курс летом Какие вы любознательные? Не знаю, что и думать Ну давайте сегодня поговорим О чем-нибудь интересном Всем будущим фокусникам Приготовиться Хи-хи Тема сегодняшнего урока Таро Да-да Те самые карты, которые так любят гадалки Они появились в 15 веке И были обычными игральными картами Но впоследствии Ими стали пользоваться прорицатели Есть несколько разных колод карт Включаемые сырианское И колоды райдера Но сегодня мы почтем память Великого Кроули И возьмем колоду Тота Для начала обсудим состав колоды В современной колоде Таро 78 карт И она разделена на две части В ней 22 старших арканов Лицевых карт И 56 младших арканов Числовых карт Иногда младшие карты Еще называют нефигурными картами На лицевых сторонах старших арканов Рисуются самые разные иллюстрации От шута до мира Их числовой порядок Представляет жизненный путь личности Каждый старший аркан иллюстрирует этап этого пути И каждый этап соответствует событию Которое личность должна пережить Чтобы обрести цельность Все они важны Так что давайте рассмотрим Все 22 карты по одной Первая карта с номером 0 Шут Она символизирует начало И предлагает бесконечные возможности Иными словами Начало жизни Следующая карта Маг Она символизирует действие и инициативу Но также незрелость Верховная жрица Представляет созерцание И внутренние знания Императрица символизирует И материнство И материнскую любовь И жизненные силы личности Император Предположенная карта Она представляет Отцовство Лидерство И умение принимать решения Верховный шред Символизирует церемонии И знания Это символы религии Влюбленные Выбор Здесь у личности Начинает развиваться осознанность Колесница Победа личности Но лишь Треминутная Правосудие Правосудие есть Умение отличать хорошее от плохого Отшельник Символизирует Самопознание Поиск ответов Глубоко В своем сердце Телесо фортуны Символизирует Судьбу И даруемые Ею возможности Сила Символизирует И страсть И самоконтроль Это мощь Управляемая Разумом Повешенный Символизирует Не способность Действовать Духовная Смерть Ждет Личность На тринадцатой Карте Которая Соответственно Зовется Смертью Карта Смерти Считается Картой Переходы После Смерти Завершается Старая И начинается Новая А теперь Поговорим О том Что бывает После Перехода Умеренность Приводит Противоположности В равновесие Открывая Личности Взгляд На мир И путь К росту Над собой А затем Встреча С дьяволом И искушение В башне Рушатся Жизненные Ценности Личности Кажется Будто Ни во что Больше Верить Звезда Символ Умиротворения Дарит Личности Робкий Проблеск Надежды В то же Время Она делает Личность Увеземой К иллюзиям Луны Открывающий Путь Страху По Исметению Но солнце Представляющее Истинное Достижение Может вознаградить Личность Ярким Будущим Тут Ждет Личность В конце Когда Приходит Пора Взглянуть На Пройденный Путь Последняя Карта Мир Представляющая Полное Просвещение Так Развитие Личности Представляется В картах Дарова Но вы Молодняк Наверное Еще Не доросли До Всех Этих Разговорах За Жить А? Хе-хе Сатэ Сатэ Что ж Теперь Вы можете Подробно Предсказать Будущее По 78 Карп Но Большинство Людей Использует 22 Старших Аркана Ладно Сейчас Я расскажу Как Предсказывать Будущее По Старшим Арканам Старшим Сначала Перетасуйте Колоду Если Карта Перевернется Ее значение Изменится Это важно Так что Не отвлекаемся Господин Эдугава Все Бумнит И Бумнит Несмотря На летнюю Жару Мне удалось Кушаться В его Лекцию Длинный Урок Получился Ну Зато Вот Кратко Рассказали Смысл Всех Карт В смысле Матвей Ну Старшие Арканы Нам сказали А младшие Уже Иди Почитай Сам На Википедии Третий День И Ну Димон Это Уже Да Другое Здравствуй Макс Четвертый Мне нужно В больницу Еще Заехать О нет Опять Начнем Пожалуй Окей Как вы Переносите Жару Хотите Заварю Вам Особый Чайок Хе-хе Продолжим Наш Летний Спецкурс О магии Правдиво Правдиво Я расскажу О кабале Полагаю Вы о ней Хотели бы услышать Ее Считают Мистической Трактовкой Индуистских Писаний Но Как я уже говорил Она оказала Заметное влияние На западные Магические Практики Есть мнение Что Проникнуть Тайной Магии Может Можно Лишь После того Как Поймешь Кабалу Так Что 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 Человек Создавший Невероятную Идеологию Которую Мы Знаем Под Названием Кабала Легенда Гласит Что Это Был Моисей Да Тот Сам Моисей Моисей Который Принес Десять Заповедей И Разделил Красное Море На самом же деле Ее Сформулировала Группа Древних Равинов Но Из-за Того Что В ней Применяется Сложная Система Кодов О Кабале Западный Мир Узнал Гораздо Гораздо Позже Важно Учесть Что Есть Множество Старинных Ключей К Расшифровке Кабалы Например Гематерия Интерпретация Текста По цифрам Которые Представляют Его Буквы Нисно Тарикон Когда Отдельные Буквы Из каждого Слова Складываются В новые Слова И идеи Демура Метод Замены Букв И слов Для Открытия Нового Смысла Предложения Методов Так Много И они Так Разные Но Понять Кабалу В полной Мере Крайне Затруднительно Итак Одна Из самых Важных Идей Кабалы Древо Жизни Состоящий Из Десяти Сифиротов На Большинство Иллюстраций Оно Представлено В виде Древовой Схемы Десять Этапов Создания Мира Представленные Сифиротами И Двадцать Два Пути Соединяющих Их Такова Общая Картина Творения Божьего И Духовного Вознесения Его Дитя Человека А также Они Представляют Путь Человечества К развитию Откуда Мы Взялись К чему Идем Сифироты Хранят Ответы На эти Вопросы Обучаясь Магии Важно Как можно Чаще Представлять Сифироты Во время Во время Медитации Вы Также Должны Сосредоточиться На Сифиротах В общем Ищите Вдохновение Обращайтесь К сифиротам Хе-хе Кстати Вы Обратили Внимание Что Пути Двадцать Два Да Да Как я Уже Говорил Старших Арканов Ровно Столько Ж Так вот Продолжим Согласно Кабали Да Да Это Длинный Урок Ребят Согласно Кабали Бытие Разделено На Четыре Мира Кстати Пока Не забыл Во втором Семестре Я буду Проводить Дополнительные Занятия В медкабинете И подумай Провести Демонстрацию Работы Старого Тома Ну во время Лекции Во время Этого Нет Так что Если Интересуетесь Заходите После школы Жду Всех Желающих Хе-хе Господин Эдугава Все Бубнит И Бубнит Так Мы сделаем Тут Небольшой Перерыв И продолжение Следует